Деддомовец Игорь Шамин – герой множества публикаций в региональных и федеральных СМИ. Прославился он тем, что получил реальный срок за кражу упаковки шоколада в магазине. Общественность была возмущена. Правда, позже выяснилось, что в момент кражи Игорь уже отбывал условное наказание за другие преступления – кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Поэтому преступление, после которого многие могли бы отделаться административным штрафом, привело его за решетку. В октябре прошлого года суд приговорил Шамина к двум годам и семи месяцам колонии общего режима. Сидел, подумал о многом. То есть, не вот там, а за что мне это дано все. Нет, там мысли совсем другие начали появляться. И там я понял, вот буквально под седьмой-восьмой месяц, потому что именно, ну, серьезно, я повзрослел. Ну, повзрослел в первую очередь в голове. Резонансная история вызвала массу вопросов у жителей Самары и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он направил запросы о проверке обоснованности и законности статьи, чтобы смягчить наказание. По настоянию депутата, прокуратура опротестовала приговор Игорю Шамину. В итоге реальный срок обернулся для Шамина условным. Он получил два года и 300 часов обязательных работ. К тому времени Игорь провел в СИЗО восемь месяцев. Сегодня Шамин пришел к депутату, чтобы рассказать о своих планах на будущее. Мне понравился Игорь. Человек думающий. Мне кажется, что испытания пошли ему на пользу. Он хорошо говорит. Видно, что мысль. Видно, что глаза у него думающие. Ну и все он правильно для себя оценивает. Я очень надеюсь на то, что этот печальный опыт для него станет наукой и уроком на всю жизнь. Игорь уже отучился на пекаре. Теперь осваивает профессию монтажника. После окончания колледжа планирует поступить на юридический факультет. Говорит, увидел работу адвоката в действии. Теперь тоже хочет помогать тем, кто сошел с правильного пути. Пока он живет в общежитии, но совсем скоро получит собственное жилье. Уверен, с криминальным прошлым покончено. Я ушел от своей компании. Ни с кем не общаться, ни с дружинами, не приписываюсь. Вообще не поддерживаю отношения. И это очень, на самом деле, помогло мне. Потому что я раньше был ведомый человек такой, вот, легкодоступный, ну, в плане общения. А сейчас нет. Я больше людей видеть насквозь стал и понял, что для меня лучше, а что нет. Депутат Госдумы встретился и с другими жителями города. Александр Хинштейн провел прием граждан. В основном самарцы жаловались на работу ЖКХ, фонда капремонта и злополучных пивных. Александр Хинштейн пообещал каждому вопросу уделить особое внимание. Мэриэл Чан, Николай Епифанов, События.